Ну что, два неоднозначных тайма. Первый тренд, в котором мяча играли и создавали момент, в общем-то его совсем не знаю, 100% момент. Он удивился не пропасть, это вообще вопрос большой. Второй вопрос. У нас задача была сегодня, более-менее та обойма, которая была, и пояснее результат принесла бронзу, решили расширить. Потому что две игры очень сложных, поэтому решили проанализировать, кто готов, кто не готов, на каком уровне готов. По второму тайме все и картина вся проявилась. Поэтому свои выводы сделаем, по второму тайму. Естественно, там нельзя играть. Команда десятеров нас замыла под штраф, ну и выпустили 4-6 свежих игроков по атаке, и мы никогда не можем выбраться. Конечно, разбираться там, кто-то молодой, кто-то по другим причинам. Но 4-х выпускаешь под этапы, команда в меньшинстве, и ничего создать не можем, это большой вопрос. Первый вопрос – это ко мне. Пошел формательно на этот шаг посмотреть. Посмотрели и сделали вывод. А так, в общем-то, та обойма, которая играла, кому-то дали отдохнуть, кто-то по карточке пропускал, готовились. В общем-то, это было, наверное, минимум сезона, переходом с Уфой. То, что хозяева молодцы, не сдавались, вышли до конца вперед. И, в общем-то, знаю, тоже у вас непростая ситуация, но, тем не менее, ребята отдавались полностью для своих болельщиков, для города, в общем-то. Уважение вызывали. А нашим ребятам спасибо за сезон, за результат. У нас тоже неоднозначный сезон прошел. Разные проблемы были, и финансовые, и, в общем-то, кадровые проблемы были, очень серьезная зима. И, тем не менее, вот это вот, смогли выйти из этой ситуации непростой. Готуемся к Уфе. Пожалуйста, вопрос. Васильевич, в прошлом году вы приезжали в Воронеж, тоже весной, и команда ваша боролась за выживание. Сегодня вы приезжаете как бронзовый призер, и команда продолжает борьбу за РПЛ. Не ждете или, может быть, уже поступают предложения из команд премьеры, оценивая ваш результат? Нет. Я не должен был ни с агентами, ни с генеральными спортивными. Поэтому работаю, работаю. Я же работаю от игры к игре. Я в начале сезона сказал, что Томс – родной город. Томс меня воспитал как игрока, воспитал как тренера. Поэтому пока серьезная ситуация в Томске сохраняется, у нас, как вы знаете, долги сохраняются. При стабильном финансировании, при правильном менеджменте, тем не менее, мы в долгах. Поэтому пока не выберемся из этой ямы, в общем-то я пока не собираюсь двигаться. Ну, конечно, если не воли за другие результаты. Или ФРПЛ вместе с командой. Да. Спасибо. Спасибо. А руководство Куба дает эти терапии, если команда пройдет УФО и выйдет, например, в плане тех же финансов, в плане того, что усиление будет? Я перед отъездом разговаривал с губернатором. В общем-то, ключевой вопрос был, куда смотреть. Или вверх, или оставаться. Он говорит, нет, играйте. Играйте, боритесь за выход. Будем помогать. Поэтому здесь никто не тормозит. Я специально добился встречи с губернатором, а нас поддержал. Но если мы не выйдем по спортивному принципу, в принципе, ничего страшного не будет. Команду, в гостях команды собираемся сохранять. Поэтому ведем переговоры. Там тоже все непросто по финансам. Тем не менее, большинство ребят хотят остаться, продолжать дальше сотрудничество с нашим клубом.